Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я буквально на пару минут Тут такое дело Смотри, какие классные За этим принятие? Слушай, ну до вечера вам денежку отдать Кость, ты же знаешь, мне сегодня по кредиту платить Ничего страшного, возьмем в рост Ну пожалуйста, ну посмотри какие Ну глянь, они очень красивые Пожалуйста, чуть-чуть Сейчас принесу Служба такси, четыре колеса Да Диктуйте адрес А куда едем? Минут десять-пятнадцать Третий подъезд Хорошо, отметила Светочка, привет Здравствуйте Ты все хорошаешь? Ну? Кофтика у тебя классная Стараюсь, стараюсь Держи Спасибо Слушай, я на работе немножко задержусь Деловая встреча? Ты не такая умница Ты все понимаешь Кость Я тебе рубашку погладила, она там в шкафу висит Слушай, классно, я надену тогда эту рубашку и галстук, который ты мне подарил Все, давай Толик Да, слушаю Прими подбельского семьдесят четыре Подбельского семьдесят четыре Сколько? Десять Десять? Десять минут Ну и? Что это у нас За встречи такие ночные? Ну, Костя ненормированный график, он Старший менеджер Да А ночь у твоего манагера тоже ненормированная? Ты что, маленькая, что ли? Ты что, не видишь, что он тебе врет на пропалу Изменяет направо и налево? Ну, как ты этого не понимаешь? Такси, четыре колеса, ослушалась Да Так, диктуйте адрес Ты посмотри, какой, а Сколько железа Ну, ты видал такого красавца когда-нибудь, батя? Да ты спроси, Димон, что я только не видал Пока что эта грунт металллом Но мы ее обязательно восстановим Заблестит так, что будем ходить и жмуриться Ага Так где мы на нее еще брать будем? Ну, где? Скажем спасибо советскому автопрому Я думаю, коробку передачи в Олгусскую поставим Движок ГАЗ-51 А Хром где брать будем? Ну, Дим Мы уже в драку ввязались, так что найдем Не гори О, Лип, привет Как дела-то? Отлично Лип, ты посмотри, какой красавец-то в работе Дочь, ты че такая мрачная? Лип, че случилось? Ничего Я ж вижу Да хватит тебе это полировать Ты че, перебирать нужно Отстань, я делаю то, что я могу Отстань, я делаю то, что я могу ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Такси «Четыре колеса», слушаю вас Диктуйте адрес Конечно Да Пятнадцать-двадцать минут Всего доброго Ну, давай выследим его Зачем? Я и так знаю, где она встречается Со своей любовницей Ну, так вот Что вот? Я не знаю, как мне дальше быть Да проще простого Приходишь, устраиваешь скандал Ловишь с поличным Ну, что обычно происходит в таких ситуациях? А после? После Ну Ну Знаешь, если бы это был бы мой муж Я бы дала ему пинка И летел бы он в свою сосновку На раз-два-три Я так не могу Пока Да как ты не можешь, Лип Ты посмотри на себя На тебе лица уже нет Сколько Такси «Четыре колеса», слушаю вас Диктуйте адрес И номер телефона Куда поедете? Эй, какой красавчик стоит, а? А мы черти чем занимаемся Черти чем, Дим Ну, деньги-то надо зарабатывать тоже Домой-то собираетесь, работнички О, Валюшка, привет Наша мама пришла, молочко Принесла Я не смажешь Давай сумку на слоу ставь И руки мать идите Кормить вас буду Что мне с вами делать трудоголиками? Домой не пущу Будете на коврике у порога спать Да? Да Нашу ли дело? А мы ведь не водку в подворотне выпиваем, так? Или кому-то что-то не нравится? Ру, закрой балабол Русь мы тяни Итак И что у нас на сегодня? Котлеты Котлетки – это вещь Котлетки Не рожать скоро? Отнощайте без меня Надо вас слепик вручить Валюшка Ты поговорил с ней? Нам ничего не рассказывать Что-то мрачное ходит Что Костя опять загулял? Вот нету мужика в жизни интереса Вот и дурит Ну что без хлеба-то? Хлеб берите Ты уже вернулся? Уже выхожу Куда? В командировку Давай рубашки тебе сложу А то будешь мят Дай сюда И запачкаешь Костя, чего? На руки свои посмотри Мне надоело, что тебя вечно несет машина маслом А от женщины должно пахнуть духами Ну не, кипятись Просто домой торопилась Не успела руки помыть Мне надоело, что тебя вечно нет дома Когда я собираюсь в дорогу Меня доставь этот бардак на кухню Меня доставь эти полуфабрикации Ты думаешь, мне не надоели эти твои фальшивые командировки? Ты думаешь, что я не знаю, что ты мне изменяешь? Да каждую твою курочку я в лицо знаю Надоело Значит, молиться прощения я не буду Оправдываться тоже Мне надоело Что я живу с женщиной Которая даже не может родить ребенка Пусти Врачи говорят, что я здорова Пусти, мне больно Я плевать хотел на твоих врачей Я ухожу к женщине Которая ждет от меня ребенка Подарок свой забери Которая ждет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо Диму к Липпе позвонить, а то обидится. Скажут, без нее плимут начали. Что-то не отвечает. Иди, иди давай. Сейчас отец тебя всыпет. Учился он деловой. Опа. Женька, а ты где отметился? Что случилось? Удачно на велосипеде покатался. Три шва наложили. Пап, ну я научился ездить без земля. Клево, правда? А без головы ты не научился ездить, а? Осторожно. Дед, ну хоть ты меня похвали. Я на спор катался и выехал. Женька, герой ты мой. Наша порода. Ну, кататься надо с умом. Ну, какой герой ты он, Петр Сергеевич? Ну, чуть шею си не сломал. Все туда же. Герой, герой. Слушай, Валь, что ты Липпе-то не звонила? Она что-то не перезванивает, сюда не приходит. Ну, как я с этой больницы успею? Так. Ну, хорошо, сейчас бегаю тогда. Чего ты сделаешь? Тебе бегать противопоказано. Зато ходить полезно. Все, я поберу. Я пошла. Женьку на вас оставляю. Давай. Это катушка за желание. Значит так, к железкам не подходить, рукой не размахивать, стоять тихо в сторонке. Все. Мама, будет хорошо? Рука болит? Нет? Так, это что у нас? Это тормозные шланги. Правильно. Это что у нас? Как хорошо, что ты дома. Мне с тобой поговорить надо. Ты знаешь, Женька совсем от рук отбился. Главное, врать научился. Мне сегодня, говорит, мам, я с ребятами во дворе поиграю. А сам Великов парк. И, главное, так там навернулся, что швыф в трампунке пришлось накладывать. Это он так без рук учился кататься. Да, мой, представляешь, пришел. Рубашка, брюки все разодраны, весь в кровище. А меня сам успокаивает. Говорит, мамочка, не волнуйся, мне совершенно не больно. Просто весь у отца. Говорит, у него там ребенок. Ну, черт с ним. Ушел, ушел. Ты у нас, я девушка видная. Характер у тебя золотой. Липочка, найдешь себе и умного, и красивого, и заботливого. Ты что, не понимаешь? У меня детей никогда не будет. Значит, семьи не будет настоящей. А для чего это вообще живу? Кому это все нужно? А Димка, отец, а Женька, а я, мы что, не семья? Женька, ну-ка, не собирай, рассыпал. Мне же рука за бинтоном, неудобно. Ну, как? Любишь кататься, люби и саночки возить. Мама говорила, руку надо беречь. Ну, как ты вовремя вспомнил, что маму надо слушать. Женька! Да. Давай, рассказывай, пока матери нет. Как свельк-то упал. Поспорюбил с пацанами, что я без руля пройду. Ну, у меня все получилось. Ну, и понятно. Теперь правду рассказывай. Что дальше было? Это из-за тети Кости все. Я его увидела, а с ним была девушка. Он ее обнимал, и живот у нее был, как у мамы. Как у мамы? Ну, да. Ну, я же не маленький, я все понимаю. Короче, засмотрелся и в дерево врезался. Ну, что, пора кому-то морднуть? Я ему еще на сваде обещал. Липу обидит, морду разобьет. Я тоже так думаю. Мало еще думал. Я тебе говорил, что если липу обидишь, я тебя помолю там. А, говорил. Ну, держи. УДАР 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 Все, все, ну, видишь. Я слов на ветер не бросаю. Слушай, у тебя дети есть? Такой бы я хочу, так я и ушел к женщине, которая ждет от меня ребенка. УДАР 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 Машина к вам выехала. Шкода зеленого цвета, номер 199НВ. Выходите, пожалуйста. Ребят, кто освободен в районе паруса? Женщина с ребенком, пригородный вокзал. Так, ну, быстрее, быстрее. 42-й возьмем. Ага, все, я поняла. Где тебя носит? Тут сумасшедший дом. 25-й свободен в районе центра. Диспетчер, ответьте. 25-й свободен в районе центра. Да, я поняла. Такси «Четыре колеса», слушаю вас. Ты его разоблачила и выгнала? Разоблачила, и он ушел. Ну и замечательно. Вот, Липочка, теперь жизнь-то как раз и начинается. Ну, мы где с тобой работаем? В мужском коллективе. Ну, быстро найдем замену. Я не буду никого искать. Счастливая семейная жизнь – это выдумки. Кругом одно вранье. Да нет, просто тебе попался плохой мужчина. Я сама его выбрала. Ну, значит, в следующий раз ты будешь умнее. Ну, перестань. Ну, раны залижешь, марафет наведешь. Ты вперед. Такси «Четыре колеса», слушаю вас. Куда едем? Вот, пожалуйста, огромная, роскошная квартира. Ну, правда, требуется легкий косметический ремонт. Косметический, по-моему, в холеву чище, нет? Вот туалет. Там ванна и кухня. Как тут вообще можно жить? Тут сыро, мокро, грязно. Ну, зато цена чисто символическая. Приложить минимум усилий. И все очень даже нормально. Нормально? Тут бомжи побрезгуют жить. А нам рожать скоро. Так. Есть еще одна квартира в этом районе, но там будет немного подороже. Так. Насколько подороже? Вдвое подороже. В два раза? Это что, можно сдавать квартиру и вообще не работать? Погодите. Вы хотите квартиру в центре. Здесь цены кусаются. Мы хотим, чтобы было чисто, уютно, и цена соответствовала. Чему соответствовала? Нашим возможностям. Понятно. Тогда я встречаю хозяина, а вы тут еще раз все осматриваете. Все плохо, плохо. Вот заладила. Знаешь, а у меня бабка на деда во время войны похоронку получила. А он, бас, через год живой вернулся. Представляешь? Ну и к чему это? К тому. Не надо в плохое верить. Я своими глазами видела его с любовницей. Значит так, пойдем к моему гинекологу. Она очень опытный врач. Будет у тебя ребеночек, и не один. Вот во что нужно верить, понимаешь? Не пойду я никаким врачам. Я находилась уже. Все говорят, что я здоровая. А ребеночка так и не получилось. И не в кости дела, раз... Это его барышня беременная. А я сказала, пойдем и не возражай. Я вообще-то очень беременна и очень нервная. Вот и хорошо. Я могу сказать только одно. Вы совершенно здоровы. Ну, почему я тогда не могу забеременеть? Я внимательно изучила результаты анализов. Сама вас осмотрела. Я не нахожу никакой патологии. Но детей-то нет. Приходить и сможем. В наше время это частенько бывает из-за мужчины. У него-то как раз все в порядке. Он нашел к женщине, которая ждет от него ребенка. Ну, что я могу сказать. Иммунологическая форма бесплодия. Иначе говоря, несовместимость партнеров. Такое случается у 10% бесплодных пар. Так что в данном случае сам Бог велел сменить партнера. Легко сказать, смените партнера. Как будто это пара туфелевое платье с прической. К словам не придирайся. Это такая терминология медицинская. А чувство эта терминология предусматривает? Ты что, до сих пор Костю любишь? Любишь. С меня как будто кожу живьем содрали. Ничего не чувствую, кроме боли. Лип, я тебе так скажу. Время – это лучший лекарь. Правда. Сейчас отреставрируйте плимат в гараже. Послушай. Купишь себе новое платье. Сделаешь себе новую прическу. И вообще. Валь. Ой. А? Что? А? Беременным отказывать нельзя. Я имею в виду. Какие прелоготы. Все, картошка почти готова. Через пять минут серебристая. 17-й заказ принял. Дом 4, старца подъедет. Ага, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, машина готова. Теперь новое платье. И прическу. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Как же мне все это достало. Дай телефон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что с этим делать? Каменный век какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что я еще не родила. Правда? Правда, правда. Костя, а представь, маленький был. Плакал бы, темно. Ну правда ужас, котик. Ужас. Ай. Короче, буду разговаривать с хозяйкой. Пусть ставят нормальные автоматы, как у людей. Да автоматы нас не спасут, Костя. Ну здесь просто нельзя жить с маленьким ребенком. Музыка. Знаю. Что делать не знаю. Костя. Мне кажется, это ты расплачиваешься за свое благородство. Да. Ну вот сам посуди. Твоя бывшая сейчас в трёхкомнатных хоромах живёт. А ты вот здесь прозябаешь. Нормально? Я, между прочим, ещё не выписался. И имею право на жилплощадь. Ну, это ж несправедливо. Несправедливо. Тоня. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Собирайся. Куда? Узнаешь. Давай, собирайся, собирайся, собирайся. А что ты здесь делаешь? Тоня, садись. Тебе стоять трудно. Это что за цирк? Мы с Тоней будем здесь жить. Нет. Да? Нам скоро рожать. А я здесь при чём? Нам жить негде. У тебя хорошая квартира. В замечательном районе. С прекрасным ремонтом. Какое ты имеешь отношение к этой квартире? Она моя, а ты со мной развёлся. Да. Но не выписался. И пока ты будешь бегать по судам, Тоня родит. И нас с маленьким никто не выпишет отсюда. Так что заруби себе это на носу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Руки убери. Ты знаешь, себе так идёт эта прическа. Развод тебе как-то пошёл на пользу. Может, по старой памяти вспомним кое-что? Какая же ты сволочь. У тебя жена на сносях. Вот, вот именно. Ты сама об этом говоришь. На сносях. Я нормальный мужик. Нужна женская ласка и регулярный секс. А где Тоня? В ванной. Потом будет краситься. Короче, у нас есть час. Ты идиот. Ну, ты меня заводишь. Я прям так тебе вообще... Отвали! Ты подумай. Смотри на ситуацию шире. Когда-то Тоня была твоей соперницей. У тебя есть шанс отомстить ей. Иначе придётся искать развлечения на старые дни. Какая же ты сволочь. Значит, нет. Кprem. Каardi. Я принесу 婚ора. Ты чего рыдаешь? Тонь, мне завтра на работу рано вставать. Или ты мне сейчас рассказываешь все, или я ухожу спать. Я очень боюсь остаться одна, с ребенком. Не останусь, я буду бороться. С кем? С кем, со изменами Кости. Я не вы. Ну, конечно. Удачи в неравном бою. Выросла в детдоме, я знаю, что такое жить без родителей. Тогда смирись с изменами Кости. Нет. Ни за что. Липа, помоги мне, пожалуйста. Я-то чем могу помочь? Липа, я знаю, где он и с кем. Просто подвези меня туда, пожалуйста. Я не подумаю. Ну, посмотри, на дворе ночь. Мне просто страшно идти туда одной. Пожалуйста, подвези. У тебя есть машина. Машина есть. Желания нет. Вы зови такси. Липа. У меня нет денег на такси. Ладно, поехали. Сейчас переоденусь. Ну, откуда ты знаешь, где он и с кем? Жена должна все знать про мужа. Иначе он идет к другой. Молода до зелены. Я вот пять лет себе не признавалась, что Костя изменяет. Ну, это же неправильно. За свое счастье нужно держаться всеми зубами. Не уверена, что это счастье. Ребенку должен быть отец. Любого при себе удержу. Я вижу Костя в надежных руках. Я, между прочим, тоже вас в кафе видела. Но ничего. Просто ушла. Дом, стоп. Вот тут. Остановись. СТУК В ДВЕРЬ Тут они кнопочки. Точно? Ты уверена? Тоня, там нет никого, ты ошиблась. Поехали домой? Нет, я так просто не сдам, все, все. Сама зашла. Люди спят, а именно на работу завтра. Вот ты из-за своей бесхарактерности мужика и упустила. Стой, 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 открой. Подожди, смотри, все выйдут. Нормально все будет. Здрасьте. Не стой, не стой, не стой. Что происходит, я спрашиваю. Где он? Кто он? Мой муж и ваша жена. Мне здесь никого. Вы нас извините, просто девушка утверждает, что в вашей квартире прячется. Ее муж с любовницей. Нет здесь никакого мужа, здесь только я. Слушайте, мне спать надо. Я дальнобойщик, мне с утра в рейс. Я должен спать, как космонавт. Тебя жена изменяет, а ты спишь, как космонавт. Слушай, ты полоумная считаешь, что я здесь прячу свою жену с любовником? Ну ее тоже можно понять, ей рожать скоро, а отец ребенка гуляет, не пойми где. Я даже не заметил. А вы кто? Бывшая жена этого дон Жуана. Высокие отношения. Лип, я ничего не понимаю. Дамочки, вы все посмотрели? Простите. Прощаю. До свидания. До свидания. Приятных снов. Пойдем. Тонь, поздно уже. Поехали домой. Куда я не поеду, буду здесь ждать. Хватит. Утром приедет, делай с ним что хочешь. А сейчас домой. Или я одна уеду. Лип. Лип. Тонь. Ой, что ж, что ж ты? Тихо, тихо. Что? Ну давай, вставай. Нельзя тебе сидеть. Что еще? Сами посмотрите, Тоня рожает. Машина внизу. Сейчас я быстро оденусь. Тихо, тихо, тихо. Все, блин. Сейчас поедем. Сейчас, сейчас. Сейчас. Потерпи, потерпи. Все, давай, давай, давай. А вы неплохо водите для женщины? Сама знаю. Учителя хорошие были. А я жену свою учил, учил, а толку ноль. На вас, Люба, дорого посмотреть. Смотрите лучше за роженицей. Это ей совсем плохо. Пожалуйста, пожалуйста. Тоня, держись, девочка. Дыши. Побыстрей, пожалуйста. Да мы и так быстро едем. Дыши. Давай вместе со мной. И раз. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так вы дальнобойщик? Со старшим. Десять лет по стране мотаюсь, где только не был. Ну и какая у вас машина? КАМАЗ. Хорошая машина. Солярки только жрет много. Примерно 44 литра на сотку. И откуда такие познания, если не секрет? У меня брат на КАМАЗе работал. Свои люди. Самое время познакомиться. Михаил. Можно просто Миша. Олимпиада. Липа. Красивое имя редко. Где же этот Костя? Какие-то очень забавные взаимоотношения. То есть семья это бывшая жена, бывший муж. Его нынешняя жена бывшая любовница, да? Знаете что, я смотрю, у вас тоже все в порядке с отношением. Сидите тут спокойно, пока ваша благоверная развлекается с любовником, которого жена рожает. Я, к счастью, не женат. Разбился недавно. И в квартире в это бываю редко. Грабитель, значит? Из квартиры присматриваю пока сестра Люська в разъездах. А бардак весь этот из-за соседки напротив Маринки. А почему вы ее покрываете? Муж у нее ревнивый. Ну, она лучшая подруга моей сестры. Очень благородно покрывать чужие измены. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Теперь я понимаю, что добро наказуемо. Наконец-то прозрели. По делам вам. Сижу здесь посреди ночи и жду, когда родится совершенно незнакомая мне женщина. Бред. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Папаша. Подъем. Радуйтесь. У вас сын родился. Поздравляю. Я не отец. А вы кто? Я бывшая женатца ребенка. Подруга-роженица. Старшая. Кость! Да Кость, у тебя сын родился. Давай бросай свою любовницу и быстро в роддом 36-й. Не знаю, как такси возьми. Народ пошел. Ну, я считаю, мы свою миссию выполнили. Сполна. Давайте, я вас домой отвезу. Спасибо. А поскольку мы практически только что приняли роды, я предлагаю перейти на ты. Не возражаю? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Лип. Димочка, доброе утро. Что такое ранее, что случилось? Дим, выручай. Так получилось, что я всю ночь не давала спать одному человеку, а ему сейчас врезь надо. Поздравляю, сестренка. Так, берешься за у. Дим, сможешь с ним поехать вторым водителем? Ну, мужчина-то хоть стоящий? Стоящий. Ну, ладно тогда. Сейчас приеду. Куда же я денусь? Давай, жди меня. Что случилось? Давай, давай. Спи, спи. Спи давай. Миш, просыпайся. Слушай, а сколько времени? 7.05. А чего ты меня не разбудила? Ну, ты так крепко спал. Да, и проспал все на свете. Слушай, Лип, ты прости, я тебя на чай не приглашаю. У меня только времени сумку собрать и до работы доехать. Подожди. Чего? У меня к тебе деловое предложение. Что, еще одна роженица на примете? Я договорилась с братом, и он поедет с собой вторым водителем. Без меня меня женили? Угу. Спасибо, я, я справлюсь. Ну, это, конечно, твое дело, но пожалей тех, кто попадется тебе навстречу, когда ты за рулем заснешь. А брат, это который дальнобойщик? Угу. А что взамен? У тебя сестра, она долго уехала? На полгода. Сдай мне ее квартиру на это время. Просто не хочется жить с бывшим мужем и его любовницей. Угу. Ну, согласен. Ну, а в качестве бонуса я тебя до работы подброшу. Слушай, с тобой приятно иметь дело. Ну, давай я быстро за сумкой и обратно. Держи. Ой, спасибочки. Лип, у тебя такой вид, будто ты всю ночь погуляла. Ну, почти так и было. Ну, я-то женщина свободная, а вот у тебя, у семейного человека, откуда такой же видок? У меня, у семейного человека, тайфун, ураган, наводнение и землетрясение в этом флаконе. Неужто свекровь пожаловала? Мамочке не спалось и не спал никто, ты знаешь. Вот медом не корми, дай покомандовать. Я помню, в прошлый раз ты себя до гипертонического криза довела. Ну, почему я себя довела? Это она меня довела. Ну, когда ты слушаешь 24 часа в сутки, что не так готовишь, не так убираешь, не так гладишь, ну, кто это выдержит? Сочувствую. Как она меня достала, господи. Ты знаешь, паста не та, посуду не тем мою. Отравлю ее сына, всю семью, я не знаю, куда деться просто. Ну, давай, если ненадолго ко мне. А свекрухи скажут, что обои надо помочь поклеить. Я хочу поклеить обои. Слушай, Лип, спасибо. А то я с ума сойду. Класс, и мне веселее будет. Отлично. Как тебе моя прическа? Отстань. Куда ты собираешься? Чего сложно ответить? От тебя подальше. Нашла себе кого-то? И кто он? Ты лучше скажи, куда ты собираешься. В роддом уже не пускают. За подгузниками? Ну, подвези, узнаешь. Ну, ты наглец. А, кстати, звонил маме. Так обрадовалась, что внук обещал приехать помочь Тоне. Еще и Раиса Максимовна сюда приедет. Отлично. Ну, что-то такого она мечтала о внуке. Не, ну ты хочешь, можешь оставаться и сама помогать Тоне. Да сейчас. О, выспуск. Ага. Спасибо тебе большое. Да ладно, ты че хороший. Тебе спасибо, еду, кайфую. А можешь ко мне пойдешь работать, а? Да нет, ты че, жена не отпустит. Да ладно. А ты че без напарника? А он уволился. Да, у меня тоже последний рейс. Хочу взять второй КАМАЗ и заняться организацией перевозок. Как-то надо, значит, на ноги вставать. Нормальная тема. А ты чем на хлеб зарабатываешь? Он с отцом Мистюшкая, ремонт-шимонт. У нас в свободное время реставрируем ретро автомобиль. Слушай, Дим, у меня в гараже стоит Победа, дедовская. Он хотел ее отремонтировать, но как-то руки не дошли. У тебя бы до ума довезти. В смысле, ГАЗ-М20? Ну да. Серьезно? Я тебе говорю. Блин. Хм, мне несколько лет смотри. Ты прикинь, если ее жередить, тут реально на дороге ахнем все. Слушай, она, конечно, ушатанная, но движок рабочий, может быть. Слушай, Мик, а может мы из рейса вернемся ее к нам в гараж, Кригорий? Давай. Там и глянем. Договорились. Да? Сладись, поехали. У тебя паста-то та? Да. Я смотрю, ты кроме зубной щетки ничего не взяла. Нет, почему? Бележка еще захватила. В этот подъезд, да? Да. Ничего так у тебя домишко-то, смотри-ка. Милый, я скоро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как ты меня высадила? Да больно ты мне нужен. А вы кто такие? И что вы здесь делаете? А вы что здесь делаете? Впрочем, с вами все понятно. Послушайте, женщина, давайте вы метайтесь отсюда по-хорошему, а? И не подумаем. О. А ты что стоишь истуканом? Давай выведи этих нахалок отсюда. Это моя жена. Это моя жена. Бывшая. А это ее подруга. Что-то долго вы просыпались. Послушайте, мне ключи дал Миша. А вот у вас они откуда, чтобы устраивать здесь дом свидания? Мне непонятно. А Миша вообще никто. И ключи от этой квартиры мне дала хозяйка. Так что давайте, женщины, идите отсюда. Так, у меня другое предложение. Вы сейчас разбегаетесь в разные стороны. Кость, ты к жене с ребенком, а вы... А уже побежала, да? Марина, я вам настоятельно рекомендую вспомнить о мужа. О. Я прекрасно знаю, где его можно найти. И прямо сейчас могу ему все рассказать в красках. Ладно, 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 ладно. Я ухожу. Еще минуточку внимания. Так как я теперь буду здесь жить, я обещаю следить за моральным обликом отдельно взятого подъезда. А теперь вы метайтесь отсюда оба. Послушайте, а вам что, больше всех надо? Вы что, из полиции нравов и никогда мужьям не изменяли? Марина, не испытывайте наше терпение. Ключи на стол и гуд бай. Ключи на стол и гуд бай. Ну, снова шелим. Я за рулем лет шести Начинал еще у отца на коленках У нас с тобой похожий, наверное Я тоже отец, еще мальчик включен Я тоже думал Родится пацан Сажу за роль Родилась девочка А сам-то женат? Был Развелся Нашла более обеспеченного Перспективного С дочкой в жизни редко А у меня сын Женька, ну себя Какое вообще сорвание Хороу ждем Молодец А я теперь за все, за какие кавришки И одна баба не окрутится Не, конечно, не монах, развлечься они не прочь Но не более того Всего Да ладно, видал я таких Пачковый зал заводит Слушай, а Липу ты за роль посадил Она Неплохо водит Да, мы даже на гонках поспухали Шутишь? Чего она недавно С мужем развелась, да? Ну? Ты давно Липу знаешь? Что? Липу давно живет Вчера познакомился Случайно Сестройку тебе, конечно, что надо Знаешь, Чемеха Я тебе серьезно говорю С моей сестрой развлекаться не советую Но я не думаю Ну вот и не думаю Ты пропади, а оно все пропало Алло Алло Мамуль, ну ты когда приедешь? Как? Как руку сломала? Мам, ну ты меня подставляешь Я рассчитывал на тебя Ладно, извини Давай пока Черт Мамуль, ну ты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Кость. Алло, Костя. Привет. Привет, да. Кость, на завтра выписывают. Ну? Ты представляешь, какая радость? Радость. Да, Кость, возьми чепчик, пеленки, одеяльце. Это для малыша. А для акушерки с врачом возьми деньги. Понял. С машиной только проблема. Кость, ну можно у Липы попросить? У нее хоть маленькая, но чистенькая. И бесплатно обойдется. Нет, у Липы уехала. Ну, можно такси вызвать. Только, Кость, обязательно скажи, чтобы просторная... Чистая. И чтоб бензином ни в коем случае не пахло. Понял. Все, давай, пока. Давай. До завтра. Да что же за день-то такое? Подождите секунду. На маршрут выезжаем. Свет возьмешь. Да, диктуйте адрес, пожалуйста. Алло, Димуль, привет. Как ты? Нормуль. Мы уже из рейса вернулись. Забегай в гараж вечером. У меня новости есть. Ну, хорошо. Да, конечно. Приеду. Угу. Да, ожидайте. 20 минут буквально. Угу. Всего доброго. Лея. А? Ну, ты чего? Ничего, все хорошо. Ну, что ты потухла прям сразу? Дима позвонил, сказал, что они из рейса вернулись. А Миша даже не позвонил. Да, позвонит. Миша даже не позвонил. Кость! Привет. Поздравляю. Спасибо. Это вам. Поздравляю вас с сыном. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Кость, ты подгузники купил? А? Подгузники, говорю, купил. Да. А присыпку? Да купил, садись. Хорошо. Слушай, а что у него волосы светлые, мятые, темные? Кость, ну у всех детей им так. Со временем потемнеет. Давай сюда. Осторожно. Ты уверена, что потемнеет? Я скорее посидею. Вот это да. Привет, брат. Привет, Сестенка. Ну как тебе? Восторг. Не, ну ржавчину немного надо будет убрать. Конечно, что, поработать придется. Да. Ну это ерунда. А где папа? С запчастями вехал. Что-то от Волги. Что-то от Уаза. А! Ковыряю я, значит, гайки, думаю. А чего это у Димки такие симпатичные ножки? Да чего он мне не сказал? А что скажут? Это его победа. Я думаю, он сам расскажет. Вы что там шепчетесь? Ты что, Лепе не говорил? Нет. Да, ребятушки. Согласованность у вас на высоте. Ладно, сестренка. Паль пилить мужиков. Работу давайте. Ты, красавица, подай-ка мне пока ключ на одиннадцать. Никогда не думал, что у меня будет такая красивая и талантливая помощница. Сработаемся. Двигайся давай. Болток. Ну, двигайся. Костяк, принеси воды, пожалуйста. Костя! Что? Стакан воды, пожалуйста. Ты дура? Ты что, собралась с ребенком водой поить? Господи, да я себе, у меня уже в глотке пересохло. Господи, у меня нет ни минуты, чтобы сесть и перебокнуть уже. Мы достали эти бопли, эти крики. Иди сюда. Где у нас кухня? Там кухня. Там? Так вот, иди и налей себе воды. Это не сложно. Ну, и куда ты? На работу. На работу? Да, и ночевать я останусь там. У меня завтра отчет. Голова просто. Нужно выспаться и отдохнуть. Ты не понимаешь? Я здесь даже сосредоточиться не могу. Лепочка, а дай мне ключ на 17. Рядом там нет? Поздравляю. Спасибо. Вообще, честно говоря, аппарат весьма неплохой. Дима, Дима, ну ты будешь подавать концепт концов. Чего мне там так долго? Тебе какое дело? Вишь, им хорошо вместе. Мне какое? Это сестра, а моя... Я говорю, не мешай. Слушай, Да мы же решетку радиатора забыли. Да взяли мы. Да не взяли мы. Ну, где, Настя, мы взяли? Погоди, я посмотрю. Голубки, ворковай, хватит. Дима, мы работаем, не мешай. Дима! Батя, не взяли. Ну, я же тебе говорил. Что говорил? Поехали! Так, а ужинать куда поехали-то? Да не к одному ужинать. Да там ее заберут сейчас, и мы ее оплатили. Ну как, а поужинать? Картошечка. Вообще, дед хотел поставить более мощный движок, но отец отговорил, потому что... Потому что тогда бы пришлось убрать коробку передач с руля. Если не секрет, откуда такие познания? От папы. Я начинаю влюбляться в твоего отца. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой. Ой. Липа! Что? Я рожаю. Что? Рожаю, говорю. Ой! Идем в роддом. Опыты есть? Помогите кто-нибудь. Ой. Ой-ой. Ну кого поздравлять? Нас. Нас поздравить. Поздравляю. Девочка. Девочка. Спасибо большое. Всего хорошего. Дима, поздравляю. Попожа. Липа, отцу позвони. А, да, сейчас. Миша, ну ты о разговоре с нашим помни. Да я помню. Хорошо. Помню. Ты вас за кушерки помнишь, когда она нас опять увидела? Она явно удивилась. Ну, это слово. Так, здесь правее бери. Ага. Вон там, возле кафешки. Все, притормаживай. Молодец. Тут я и живу. Я догадалась. Сегодня хороший день. Мы помогли появиться на свет новому человечку. Счастливый день. У меня появилась племянница. Я пошел, да? Завтра в гараже? Может быть, чаю выпьем? Да, нет. Ну, или, может, чего покрепче? Я за рулем. Ну, тогда чай. Я сам собирал на травах. Там чабрец, мята, листья смородины, малины. Я согласна. Я перед мятой с чабрецом не могу устоять. Дочка моя. Красивая. Спасибо. На папу очень похоже. Я помогу. Тебе масломашином пахнет. Что? Мне нравится. Подожди. Можно я руки помою? Лихвой. Ну, это все. Значит, они с electrolyками нулям. Но я homepage蹴. Не приходи. Это часик – ничего не помнит. Это памятная квартира. Но я выш– Этоiku camino. Ты где? Ночью на дворе. Светочка, все в порядке. Я сегодня, возможно, не приеду домой. Чай готов. Слушай. Такой аромат. Ну, давай за новорождённую, что ли? За племянницу. Димка мне, конечно, башку оторвёт. Да ну и пусть рвёт. СМЕХ 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 Ну, лупки, хватит парковать! СМЕХ СМЕХ Можешь себя хоть хоть немножко? СМЕХ 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 Я не собираюсь с ней развлекаться. А что ты сейчас делаешь? Дим, ну с моей стороны всё серьёзно. Серьёзно? Серьёзно. Ты чё? Дима! СМЕХ Прекращаю. Я тебе ещё раз предупреду. СМЕХ СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ СМЕХ СМЕХ Ага. Дом 4, старца подъедет. Вокзал. Через 5 минут серебристая. Ага, спасибо. Да, я передам вашу жалобу начальству. Спасибо. Угу. Ну и хорошо. Угу. Угу. Да, пока. А у меня сбежала свекровка. Ну ты что? То есть тактика исчезновения оказалась верной, да? Конечно верной. Ну правильно, одно дело самой командовать или нести это все? Тонкая душевная организация моей свекровочки не вынесла бытовой нагрузки. Ну приятно у тебя проблему. Главное, быстро и эффективно решаются. Да. Главное правильно выбрать тактику и разработать стратегию. Но ты сейчас не об этом. У-у-у. Михаил? Ну у нас все хорошо с Мишей. Просто как-то очень стремительно все развивается. Стремительно. То есть тебе не хватает конфетно-пакетного периода? Я боюсь серьезных отношений. Боюсь признаться ими, что я не могу иметь детей. Вдруг он так же от меня сбежит к той, которая сможет ему родить. Ну что это? Свет. Помоги мне. Ну что он делает? Наслаждаться счастьем, глупенькая. И помалкивать пока. Да разберетесь как-нибудь. Все будет хорошо. Вот увидишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майкл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Смотрел? Тонь, я хочу тебе все объяснить. Объясни тогда, почему сбежал, когда была беременная. Вообще, где просто это все время был? И почему сейчас решил явиться? Тонь, я за тобой приехал. Ничего, поздно, я замужем. Скажи, любишь его? Какая разница? Он воспитывает ребенка, он считает его своим. Я хочу воспитывать. Я все для тебя сделаю, чтобы ты была счастлива. Тоня, я... я люблю тебя. Люблю сына. Выходи за меня замуж. Что я Косте скажу? Что не любишь его? И что ребенок не его. Да, Дим. Сеструха, Мишка нашел. И что, он далеко убежал? В больницу он в городскую. В аварию попал. Без сознания был. Вот только себя пришел. Как в больницу? Он жив? Скажи мне, он жив? Ли, ты перестаньте, малой герунду. Конечно, жив. Раз пришел сюда. Приезжайте. КОНЕЦ Миша. 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 Привет. Ли, привет. Я чуть с ума не сошла. Как ты? Ерунда. Да, свадьба заживет. Так мы, может, это, да? Пойдем к врачу. Да? Как это случилось? Ну, я же тебе сказал, что в ЗАГС поедем на Дедовой Победе. Мужик сказал, мужик сделал. Решил тут еще машину обкатать. Ну, а что ты меня не предупредила? Типа сюрприз. Только из гаража выехал. Тут этот придурок на внедорожнике. На Победе пара царапин, а у него капот, бампер, крыло, лобовик, все, в утиль. Мне, правда, досталось. У меня же ни подушки, ни ремня. Как сюда попал, не помню. Ты только в себя пришел сразу. Димке позвонил. А ты... Ты насчет ЗАГСа не передумала? Ты, наверное, подумала, что я свалил, да? Глупая была. Дурех ты моя. Давай с огурчиком бери. Ну что, пришел врач, капельницу поставил. Сказал, ему покой нужен. Ну все, не переживай. Давай подкрепись, а то стра ничего не ела. Какой туганец не видит. Вроде свеженький. И давно тебя так воротят? От разных запахов. Ты что, со мной беременна? Ты думаешь, это... Я замечала, что в последнее время со мной что-то происходит. Но я думала, это усталость. Дим, поехали. Куда? К врачу. Да кому где? К какому врачу? К такому. Поехали, поехали. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что сказали? Беременна четыре недели. Точно? Поздравляю. А меня? Ну что, куда? Ну что ты спрашиваешь, домой ее увезет. Все домой, а там Костя поселился. Костя? А знаете, девочки, я его сейчас с таким удовольствием отъеду. Садись, садись, поехали. Значит так, думаешь теперь только о ребенке. Никаких нервов, никаких слез. Много гуляешь, правильно питаешься. Слушаешь музыку? Садись. Поехали. Привет. А где Тоня? Ребенок? А нету Тони. Сбежала. Смылась. Подожди, она что, сбежала с твоим ребенком? А это не мой ребенок. Отец не я. Нет зверя подлее бабы. Ну, шла его, хватит. А ты тогда чего тут расселся? В смысле? В Карамысле. Давай шмотки свои, собирай валяйся, чтобы тебя больше здесь не видели. Лип, можешь с тобой поговорить? Нам не о чем с тобой говорить. А слушай, я дурак. Давай попробуем начать все сначала. Я буду образцовым мужем. Уходи, Костя. Лип. Погоди. Ну, ты же слышался, да? Липа беременна, ей покой нужен. А ты только раздражай. Валя, сумку собрала? Собрала. Ну, отлично. Давай, Костя, газой эти все. Вы что, разыгрываете меня, что ли? Слышу. Ну, помочь или ты сам справишься? Сам справишься. Признайся, а ты это все затеяла, чтобы выселить мужа? Бывшего мужа, Костя. Вот ты забеременела-то. От святого духа? Ах ты! От очень симпатичного мужчины. Ну, ходи, Балтай. Костя. Валяй отсюда. Руки убери. Что ты сказал? Я сказал, руки убери. Дима. Убери. Валя. Константин. Спасибо. Валяй отсюда. Я тебя сейчас так провожу. Да ухожу, ухожу. Да. Всю квартиру засрал. Странно. Как я могла любить этого человека? Ухаживала за ним, заботилась о ребенке. Да я ему даже не женой была, а матерью. Думала, так и должна быть в семье. Он просто пользовался мной. Врал, заворачивался. Все, не переживай, тебе вредно. Послушай, ну сейчас все хорошо, правда? Рядом с тобой мужчина, он тебя любит, он заботится о тебе. Сейчас правда все хорошо. Сейчас по-настоящему. Я наконец-то поняла, что такое любить и быть любимой. Теперь моя жизнь только начинается. Мам, пап, смотрите. Я еду сам один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова